Привет, друзья! В прошлом выпуске на примере Бобби Макферрина и Боба Марли я вскользь затронул тему хитов, которые ошибочно приписывают тем или иным исполнителям. Таких примеров очень много, и именно об этом я хотел сделать сегодняшний выпуск. Но пошло все немного не по плану. Все дело в том, что среди тех, кому наиболее часто причисляют чужие песни, абсолютным чемпионом является король рок-н-ролла Элвис Пресли. По сути, если мы возьмем чуть ли не любой громкий хит 50-х, обязательно найдутся люди, которые будут уверены, что это песня Элвиса. Разумеется, это не всегда так. Вся эпоха раннего рок-н-ролла без преувеличения имеет самое большое значение во всей музыке последних шестидесятилетий. Если бы не было многих исполнителей того времени, то вполне вероятно, что Джон Леннон стал бы не самым лучшим художником, а Мик Джаггер был бы обычным банковским клерком. Документальных фильмов и материалов об Элвисе Пресли просто тьма. Но мы сегодня разберем несколько самых ярких хитов той эпохи через призму Элвиса. И заодно вспомним исполнителей, которые оказали колоссальное влияние на все дальнейшие поколения музыканта, хоть их имена и не так популярны, как имя Элвиса Пресли. Сегодня будет очень лампово. Поехали! К началу 50-х на Юге Америки музыканты, игравшие буги-вуги, госпел, блюз, кантри и многие другие стили того времени, начали смешивать все это воедино. И в 51-м году клевлендский радио-диджей Алан Фрид назвал эту музыку рок-н-ролл. Безусловно, все будущие звезды рок-н-ролла, от Элвиса до Курта Кобейна, вдохновлялись блюзманами первой половины 20-го века. Одним из таких был Артур Крудеп, который еще в 46-м году записал песню «That's alright, mama». Пел ли эту песню Элвис? Конечно, пел. С нее все и началось. «That's alright, mama, that's alright for you». Сэм Филлипс, владелец студии звукозаписи в Мемфисе и лейбла Sun Records, искал белого певца, который пел как черный. Тогда он вспомнил, как совсем недавно, чтобы записать пару песен для своей мамы, к нему на студию приходил парень по имени Элвис. Первые записи совсем не получались, но в перерыве Элвис начал в шутку наигрывать ту самую песню Артура Крудепа. Музыканты присоединились, и так получилась запись, с которой Элвис начал свою карьеру. Как говорили после музыканты, мы просто что-то подыграли Элвису. Впоследствии этот жанр будет называться рокобилли. В 54-м, когда Элвис делал только первые шаги на пути к званию короля рок-н-ролла, сам рок-н-ролл уже начал сильно выходить за рамки местных радиостанций. А в мае 54-го вышла песня, которая сыграет решающую роль в его популяризации. Песню «Rock Around the Clock» написали Макс Фридман и Джеймс Майерс. А исполнил ее Билл Хейли со своей группой «The Comets». Эту песню Элвис не исполнял никогда. На момент ее выхода рок-н-ролл как термин не был общепринятым и жанр на пластинке подписан как «Фокстрот». Популярная она стала спустя год после релиза, после того, как появилась в фильме «Школьный джунгль». А в 56-м на волне популярности «Rock Around the Clock» даже сняли одноименный фильм с Биллом Хейли и тем самым диджеем Аланом Фридом в главных ролях. По сути, эта песня разделила всю историю музыки на до и после. Именно с нее началась эра рок-н-ролла и продолжается по сей день. В том же самом фильме вокальная группа из Лос-Анджелеса «The Platters» исполнила два своих самых главных хита. Один – «The Great Pretender», которую через 30 лет исполнит Фредди Меркьюри. И песню «Only You», которую многие считают чуть ли не визитной карточкой Элвиса, но он ее никогда не пел. Манера их ведущего вокалиста Тони Уильямса и правда очень напоминает манеру Элвиса, поэтому такая путаница хотя бы понятна. А что касается самой группы The Platters, она существует и по сей день. Правда, в полностью обновленном составе. К середине 1955 года Сэм Филлипс продал контракт с Элвисом и пустил эти деньги на раскрутку новой песни своего подопечного Карла Перкинса. Друг Карла, а позже легенда кантри Джонни Кэш, рассказал ему о необычной обуви, которую носили военные летчики в синих замшевых ботинках. И именно «Blue Sweat Shoes» Карла Перкинса, а не предыдущие записи Элвиса, стали первым международным успехом для Sun Records. Безусловно, как и множество других исполнителей, Элвис исполнял «Blue Sweat Shoes». Он записал свою версию через месяц после выхода версии Карла. Она вошла в его дебютный альбом, а в 60-м Элвис исполнит ее в фильме «Солдатский блюз». Тем не менее, именно в исполнении ее автора, Карла Перкинса, «Blue Sweat Shoes» на то время была намного более популярна. Версия Элвиса дошла только до 20-й строчки чарта Billboard, когда версия Карла его возглавляла. Хотя, надо отдать должное, рокобилли Карл стал исполнять, вдохновившись первыми записями Элвиса. В том же 55-м кинокомпозитор Алекс Норд и поэт Хай Заред написали заглавную песню для фильма «Unchained». Это история о парне, который отбывает свой срок за решеткой и мучается в мыслях о побеге любимой женщине. Фильм не был особо популярен, а вот песня «Unchained Melody» была записана огромным количеством артистов и практически для всех была успешной. В это сложно поверить, но за один только 55-й год Unchained Melody занимала высокие строчки чартов в исполнении четырех разных артистов, что не помешало ее успешно записывать и дальше. И знаете вы, скорее всего, эту песню по исполнению дуэта The Righteous Brothers, которые в 65-м просто в довесок к своему синглу «Hung on You» поместили кавер-версию этой песни на обратную сторону пластинки. В итоге сингл никому не зашел, а вот этот кавер стал главным хитом в их карьере. Хоть в качестве исполнителя указан дуэт, песня была исполнена одним участником – Бобби Хэтфилдом. А кто из них будет петь, просто решили, подкинув монет. Позже, вторую волну популярности, песня получила благодаря прекрасному фильму «Призрак» с Патриком Суэйти и Деми Муром. Будет неверно сказать, что Элвис никогда не пел эту песню. Он действительно исполнил ее в 77-м уже на самом-самом закате своей карьеры. Так что, по сути, к успеху этой песни Элвис не имел никакого отношения. Кстати, автор песни Алекс Норд позже написал в саундтреке к таким легендарным фильмам, как «Клеопатра», «Спартак» и «Космическая Одиссея» 2001 Стэнли Кубрика. Правда, прямо на премьере последнего он узнал, что музыка, написанию которой он посвятил несколько лет, в фильм просто не вошла. Но это уже совсем другая история. Если бы в начале 50-х вы спросили, как дела у мойщика посуды Ричарда Пеннимана, наверняка он бы ответил что-нибудь вроде... Очень яркий певец и пианист Литл Ричард записывал свою музыку еще с 51-го. Но только в 55-м он смог подписать контракт с лейблом, когда продюсер Роберт Банкс Блэквелл разглядел хит в одной из его песен. Изначально «Тути Фрути» была дико жаргонной и похабной песней, с некислым таким сексуальным подтекстом. Но продюсер, который считал, что эта песня должна перевернуть всю музыкальную индустрию, привлек к доработке сонграйтера Дороти Лобостри. И не прогадал. Разумеется, версия этой песни была и у Элвиса. Вышла она на том же самом дебютном альбоме, что и «Блюз Уэйт Шуз». Правда, через год после успеха Литл Ричарда. К концу 50-х рок-н-ролл терпел упадок. Элвиса забрали в армию. Литл Ричард, который вел, мягко сказать, развратный образ жизни, бросил сцену и стал проповедником. А авторы исполнителя Джонни Бигуд, Чака Берри, посадили в тюрьму. Также в «Авиакатастрофе» погибли три больших звезды рок-н-ролла. Биг Боппер. Ричи Валенс. И Бадди Холли, которому многие пророчили славу не меньше, чем у Элвиса. И который, несмотря на смерть всего в 22, стал одним из самых влиятельных рок-музыкантов в истории. Единственным лучом света в то смутное для беззаботного рок-н-ролла время был темнокожий парень по имени Эрнест Эванс, который взял себе псевдоним «Чаби Чекер». И это еще один Элвис в нашем списке. Это же вам не лесгинка, а твист. Показываю все сначала. Наверняка вы все помните этот эпизод в фильме «Кавказская пленница», где бывалый учит посетителей танцевать твист. Носком правой ноги вы давите окурок. Так вот, оригинал этой фразы принадлежит Чаби Чекеру. И звучит примерно так. Представьте, что вытираете зад полотенцем под музыку, а ногами в это время давите окурки. А теперь оба окурка вы давите вместе. Первым его хитом стал кавер на Хэнка Балларда под простым названием «Твист». После того, как он исполнил его в шоу Дига Кларка, «Твист» как самый демократичный рок-н-ролльный танец, который не обязательно нужно было исполнять в паре, стали танцевать все. Чаби Чекер стал главным символом и популяризатором твиста. А в 61-м танец, который мог стать мимолетным увлечением, стал уже целой культурой навечно, благодаря песне «Let's Twist Again». Что касается Элвиса, как, я думаю, вы уже поняли, эту песню он никогда не пел. Еще одна легендарная фигура в нашем списке – Рой Орбисон. И если вдруг его имя вам ни о чем не говорит, то все скажет эта песня. Главный хит Роя также часто приписывают Элвису. Хотя и тут нет никакой связи. В 64-м году Рой Орбисон уже был одним из самых популярных исполнителей рок-н-ролла. Его музыкой вдохновлялись как сам Элвис, так и Джон Леннон. Но в один вечер, когда он и его соавтор Билл Диз сочиняли песни, его супруга сообщила о том, что собирается в город за покупками. Рой спросил, не нужны ли тебе деньги? На что его друг Билл сказал – «Хорошенькой девушке никогда деньги не нужны». Тут же Рой начал напевать. А Билл стучать по столу, имитируя звук каблуков в ритм походки. Когда супруга пришла из магазина, песня уже была написана. Через неделю ее записали. Еще через неделю ее уже выпустили на пластинке. Вот так за две недели появилась одна из величайших песен в истории рок-н-ролла. К сожалению, на этой песне карьера Роя достигла своего пика. Через два года после ее выхода в автокатастрофе погибла та самая супруга. Еще через два года во время пожара погибли двое его сыновей. Новая музыка не интересовала слушателей, и Рой окончательно ушел в тень. Правда, в 80-х вернулся на сцену. На 89-й было запланировано триумфальное возвращение с новым альбомом. Но Рой Орбисон скончался за два месяца до его выхода в возрасте 52 лет. Новый альбом мгновенно занял высокие строчки чартов. Вместе с ним и заглавный сингл «You got it». Уже позже выйдет фильм «Красотка» с заглавным треком, и Рой получит посмертный Грэмми за лучшее поп-исполнение. И маленький бонус. Под первым выпуском на нашем канале о каверах можно было очень часто увидеть комментарий о том, что Риана перепела песню Элвиса Амберелла. Конечно же, эту песню написали специально для Рианы. Вдохновил авторов на это стандартный барабанный сэмпл из программы Logic. Но об этом в другой раз. А тут скорее речь о немецкой кавер-группе The Baseballs, которая исполняет популярные мировые хиты в духе 50-х. Безусловно, Элвис Пресли не просто так считается королем рок-н-ролла. Вся его карьера, как музыкальная, так и в кино, была выдающейся. Просто так вышло, что масштаб его личности затмил огромную плеяду великих артистов, благодаря которым он и стал королем, благодаря которым появилась вся знакомая нам за последние больше чем полвека музыка. А на этом все. Подписывайтесь на канал, ждите новых выпусков. Надеюсь, вам было интересно. Пока!